всем хорошего дня с вами серверти и да это запись можете передать мне привет в комментариях сегодня мы с вами будем смотреть на игру феникс point бикерский билд 5 для тех кто уже смотрел 3 4 вы можете уже видеть определенные отличия от предыдущих билдов значит большинство людей сравнивают эту игру со x комом и я хочу подметить что правильно сравнивать с x комом оригинальным они x ком от фераксис тут немножко другая система стрельбы с нормальной баллистика а не так что вы притык можете промазать как обычно было в тех же воров за чулзан вы вы поняли о чем я говорю значит сейчас пер прежде чем мы начнем смотреть что у нас тут есть доступного я немножко хочу пройтись по менюшечки потом мы постепенно уже пройдемся по боевке ну и собственно говоря что мы можем еще делать на карте значит доступны нам ресурсы техника материалы еда в принципе все они участвуют в производстве так или менее то есть для солдат больше всего тратится еда материалы тратится больше всего на всякое там производство оружия всего остальное техника на что-то более серьезное в принципе так пока особо еще не рассматривал вот ну как видите вот на патроны больше расходятся материалы на вот уже всякие там виды брони больше техники ну и соответственно на производство чего-то более стоящего и двух четырех колесного хотя можно было бы двух или основном так что вот такие вот три ресурсом значит дальше производством производство это только насколько быстро мы производим тот или иной ресурс на базе то есть на данный момент у нас плюс четыре то же самое касается к исследованиям значит в принципе исследование можно выбить из событий по поводу производства пока что я такого не видел поэтому скорее всего либо мне просто не повезло либо такого не будет но да исследование можно бустать через события дальше у нас есть еще счетчик сколько у нас там солдат сколько наземной техники сколько воздушной техники ну и собственно склад в того добра которого у вас есть со временем здесь еще появится полоса скажем так как это можно назвать безумие ну или скажем так счетчик я так понимаю когда вы проиграете но об этом вы узкую позже узнаете значит что у нас еще есть у нас есть наша база то есть видите уже не иконки как раньше было теперь уже показывает что у нас за полноценные комнаты как они будут выглядеть то есть мы даже можем что-то тут еще даже и построить вот у нас кстати вот этот вот тренирующий комплекс он позволяет улучшить то есть он позволяет накопить опыт солдатам но я в принципе не уверен в его эффективности то есть если солдатам нужно сидеть на базе то это хорошо работает только в том случае если у вас очень много солдата если вы их постоянно будете исследовать вокруг будет ли она работать я скорее всего сомневаюсь в этом вопросе так но в принципе в принципе принципе пока ничего строить не буду единственная сейчас мы доберемся до производства тоже значит персонал персонала у нас как видите он есть там какие у него статус то есть есть у них еще усталость я так понимаю стамина это подразумевает усталость чем чем больше усталости тем хуже они потом справляются и больше у них стресса самой игре точнее когда мы будем высаживаться опыт есть общий опыт это очки феникс поинты есть солдаты то есть соответственно опыт набирается непосредственно за убийство врагов которые вы то есть нету здесь понятия уровней здесь выпал открываете получается непосредственно вот эти вот очки очки потом тратится на то или иное прокачку в принципе можно тратить и на те же специальные навыки значит тут у нас есть снаряжение снаряжение можно разбирать на материалы и можно попросить чтобы произвести прямо из этого меня взяли перетащили нам не хватает патронов мы захотели произвести что-то более существенно естественно каждый тут есть и разные солдаты я в принципе пока что заметил что из производства кстати давайте сразу перескочим на производство вот эти вот шлемы самый лучший шлем снайперский вот как бы был так и остался то есть если у нас вот есть шлем тяжелый он дает 27 брони но при этом у нас по минусам всякие дополнительные характеристики что не хорошо у этого штурмовика 20 брони нет никаких бонусов а у снайпера 16 брони но при этом смотрите какие вкусные бонусы поэтому я бы в принципе рекомендовал хотя бы 12 а то и 3 ну то из зависимости от того сколько у вас штурмовиков произвести именно вот эти вот шлемы надеюсь что конечно разработчики на это обратят внимание в будущем и поправит потому что иначе пока что эти шлемы топовые пока что может быть из других фракций шлемы окажутся лучше но это мы будем видеть так исследования исследования ну естественно нажимаем исследуем у нас постепенно будет открываться помимо обычных исследований у нас также будет исследование которое будет нам давать другие фракции то есть новый ерехон синедрион и последователи а ну значит короткая фракция для тех кто не в курсе новый ерехон это ксенофобы которые считают что нужно всех мутантов пришельцев и все что не человеческое должно быть выжжено адским пламенем поэтому они предпочитают милитаризм военной технологии синедрион это демократы которые разве тоже таком в более технологическом развитии любит они там всякие стелс дрона энергетическое оружие вот но при этом они живут в таких городах куполах то есть я так понимаю не пытается как-то себя скажи как это оградить от этой инопланетной инфекции и при этом есть сильно особо не вредит ну то есть вот как то так они на это смотрят последователи а ну это те кто считает что мутация была дана скажем так как благословление те кто ее не переживает они просто были недостойны в общем эти товарищи позволят вам превращать ваших солдат в нечто более совершенное и это имеется ввиду не в плане каких-то технологий а скорее в эволюционном смысле да очень даже интересно будет посмотреть кстати напишите в комментариях какую из фракций хотели бы чтобы я выбрал хотя мне кажется наверное будет самый интересный последователи on потому что мутации то да наверное ну это очень интересно особенно так в игре которая скажем так является наследницей xcom of какой-то степени хотя мы отбиваемся не от пришельцев мы все-таки воюем против вируса до инопланетного вируса но тем не менее то есть какое-то такое знаете внедри внедрение лавкрафта то есть так как морская живность то выходит из моря чтобы надавать злюлей людям в принципе вот так можно сказать дипломатия со временем откроется когда мы все три фракции и об этом я уже проговорю что там у нас может быть какие варианты и так далее тому подобное феникс пойнта к сожалению точнее у феникс иди пока что нет доступа вас когда есть что всякие там исследование с вскрытием пришельцев будут в красивых картиночках все как полагается в этом жанре ну что же давайте давайте уже посмотрим что у нас тут в округе кстати можно еще сканировать про сканирование я покажу чутку позже давайте мы все-таки посмотрим что у нас есть кстати вот у нас первое сразу же убежище давайте-ка посмотрим что у нас тут за информация то есть это дружелюбная к нам то есть вы можете тут просматривать что у них тут есть какие постройки соответственно если у них есть определенные постройки где вы можете там торговать нанимать то у вас будет соответственно доступны эти функции но после исследований дальше у нас инкуржен подразумевает что мы можем вторгаться на эту территорию и взорвать допустим этот генератор зачем это делать я принципе не понимаю пока что возможно это будет в как-то введено в ослабление одних фракций в пользу других чтобы улучшить какие-то отношения либо я честно пока не знаю есть варианты конечно с тем что можно красть технологии то есть можно внедряться можно еще красть технологии в общем звучит интересно давайте-ка глянем что у нас здесь еще так вот у нас уже первое исследование прошло у нас тут уже сразу четыре варианта исследование безумия скажем так сколько безумия находится на понять чем больше будет распространяться пелена этих этого вируса тем больше будет расти безумие так понимаю что когда графа станет сто процентов то это будет проигрыш вот есть также система которая позволяет показывать вам эту пелену которая будет покрывать постепенно земной шар кстати начинает у нас сначала с воды расти но выбор вы это скоро увидите и два еще исследования на торговлю и на не найм солдат давайте мы так вот выстроим порядке так и вот у нас сразу же первое убежище точнее не первое уже второе которое принадлежит последователям а ну первый раз когда вы встречаетесь с любой из этих фракций у вас есть возможность сразу же принять первое их задание и получить небольшой буст в дипломатическом сенсии кстати забыл еще упомянуть в этом билде также уже добавили музыку от композитора оригинального xcom серии так что на заднем фоне уже играет его музыка начнем значит первое задание за последователи а ну очень простое вам нужно всего лишь что убить червей черви бывают разные зеленые и красные и это не шутка они действительно бывают либо огнеопасные либо вызывают там всякие кислотную тоже ересь вот у них в принципе небольшие очки движения но тем не менее они как скрытый противник могут вам упасть где-то там на голову а в будущем есть особые пришельцы которые будут скажем так и сбрасывать вам на голову как артиллерийские снаряды поэтому в этом вопросе они все-таки будут вам мешать то типа по поводу боевки те кто опять же не в курсе еще не знает что это за игра и так далее сравнивая с xcom от фераксис здесь нет такого понятия как промазать впритык да и в принципе патроны которые промахиваются они летят дальше и могут кого-то даже и прибить и это работает в обе стороны то есть например пришельцы могут застрелить своего и кстати еще самое интересное что вы можете стрелять вот так то есть вот у нас видите куда 50 процентов выстрелов у нас в центр летит и друга идет по кругу то есть вы так можете определять в какую скажем так область стрелять лучше чтобы иметь наивыс наивысший шанс попадения давайте попробуем вот этого пострелять вот и хорошо и вот этого попробую еще представить так отлично кстати также после того как вы сделали выстрел вы можете потом спокойно переместиться в данном случае вот у нас снайпер сделал выстрел но мы еще также можем дальше двигаться так что это тоже особенность этой системы боем я думаю вам она очень даже понравится миссия довольно таки простая у других фракций задания будет конечно соответственно не немножко другие у синедриона это задание на убийство воров технологий которые там ворвались к ним типа на территорию и украли их энергетические пистолеты я так понимаю это было настолько важно что надо было их остановить у нового ерихона у них типа задания по зачистке солдат который то ли зараженный то ли они просто с ума сошли то ли взбунтовались то есть там непонятно было я немного не разбирался в этом вопросе что с ними там произошло по крайней мере вы туда приходите и разбираетесь с этими солдатами и получаете в свое распоряжение неплохие дробовики в данном случае например за последователи а но тут о где-то червь вылез к сожалению я не показал вам как он выглядит но это был последний червь то есть он ведь взорвался и мы сразу же закончили миссию вот у нас пошло сразу же первое сообщение от последователей а ну что ребята хотите вы ли знать больше но опять же вас есть выбор можете согласиться можете не согласиться но естественно я выбираю согласиться чтобы повысить их отношение к нам и получить еду принципе я бы советовал соглашаться всегда со всеми фракциями в начале чтобы получать вот эти вот небольшие приросты к ресурсам и кстати давайте-ка я вам покажу что такое сканирование сканирование теперь реализовано очень интересно если раньше она была мгновенным то теперь она идет со временем вот мы начали можем мы начинать сканировать с любой точки и как видите круг начнет постепенно расти на пытаясь найти какие-то ближайшие точки интереса вот пока мы стоим на базе у нас соответственно солдата будет постепенно лечиться вот кстати у нас уже появилась глобальная система мониторинга пелены и вот она как видите уже появилась то есть она постепенно будет появляться в разных местах расти расти и вот так вот по воде она будет быстрее всего расти по земле она будет медленные медленнее продвигаться естественно в таких местах больше опасности именно сражения с пришельцами. То есть у них определенно больше силы. И в таких местах также появляются гнезда этих пришельцев, которые желательно тоже уничтожать, потому что они потом будут вам мешать. Кстати, вот в дипломате у нас уже появилась Анну. Давайте посмотрим, что у нас там, собственно, за... И вот мы начинаем уже исследовать. Здесь уже походу мы найдем что-то более существенное. Да-да-да. Давай, до конца. Итак, вот у нас появилось задание по вот этому вот заброшкам полазить. Но мы пока подождем. Нам нужен день. Потому что если мы будем сражаться... Все. У нас день. Уровень угрозы средний. И враги ну, естественно, понятно, кто. Поехали. Как видите, немножечко уже подрисовали внешечку. Теперь это лично мне напоминает немного Fallout. То есть видите, такой вот постапокалипсис там со своими там определенными фокус... Как это? Внешними. Внешними признаками. Значит, теперь по... По миссиям вот этим вот, которые мы лазим вот по этим мусорным свалкам или заброшкам, или я даже не знаю, как их еще назвать. Вот. Основная задача защищать вот эти вот контейнеры. То есть пришельцы будут стараться эти контейнеры как можно быстрее разрушить. А вы же будете стараться наоборот их защитить. Ну, кстати, сразу же хочу подметить, что когда вы видите вот такие вот ящики, желательно тоже их открывать. Потому что в них всегда может находиться что-то более интересное. Вот, например, у нас тут есть какие-то интересные магазины. Все это нам пригодится потом, чтобы их не производить. Кстати, с производством тоже вначале немножечко напряжно. Просто потому, что это много времени занимает. И как бы когда это занимает много времени, это не всегда хорошо. Ну и плюс еще открытие ящиков дает очки воли. Что, в принципе, тоже очень хорошо. Те же подсвеченные синие области также дают вам очки воли. А очка воли тратится очки воли тратится на всякие там способности. Ну, те, кто уже смотрел, опять же, предыдущий эпизод об этом уже знает. Ну, а я так говорю для тех, кто только-только-только включился или вообще не понимает, о чем вообще идет речь и что это за система. Ну, сейчас увидите все. Так, заканчиваем ход. А вот это очень плохо. Я насчитал четыре. Пять. Ой-ой-ой. Пять штук. Теперь перевожу, что я только что увидел. Я увидел пять снайперов. Да, у пришельцев есть снайперы теперь. Ребята, как говорится, оховайтесь. Причем, они очень скрытые и я вот даже не знаю, как нам поступить. Идти прям сразу на пролом. Давайте, наверное, вот так. Вот, я, кстати, сразу же парочку из них обнаружил. Вот они. новый вид пришельцев. Вот, у них, кстати, голова тоже меняется. И вот, кстати, так и не понял, когда вот у них голова меняется, вот именно вот на такую дискообразную, я сложил такое впечатление, что у них особое сопротивление. Ну, даже не сопротивление, как это называть. Когда они получают аромы, они пропадают с карты. Ну-ка, сейчас мы посмотрим. Так, ты у нас что-то отсюда видишь? Ну, что-то отсюда не видишь. У нас находишься в таком не очень удобной позиции для огня. Давайте его поставим сюда. Может, нам удастся опять же занять очень удачные огневые позиции. И мы сможем хоть что-то ну вот стрелять по грибу, который там находится, тоже как-то сомнительно, мне кажется. В принципе, пока у нас все солдаты не выйдут на огневую позицию, чтобы они смогли хоть что-то как-то сделать. Давайте снайпера сюда поставим. Все-таки мы играем против тоже снайперов, поэтому они нам сейчас зарядят как надо. И да, вот эти вот снайперы тоже могут вызывать пелену. нет. 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 вот так всегда да хорошо десна говорится иди в баню так пушечкой мы этого сняли так она посмотрим отсюда ты такой себе обзорчик я бы сказал давайте посмотрим может быть на мы найдем получше . обстрела вот это хорошая . а вот 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 видели он исчез то есть он когда получает урон вот именно когда у них вот такая вот голова он типа уходит в стелс и типа отбегает даже в сторону очень интересная способность типа мол угадай где он находится дам он жалко не попал по этой заразе это очень и очень грустно этот у нас пока что стрелять не может а этот у нас в принципе может давай попробуем кстати вот обнаружился этот пришелец но он вот после своего хода же он сразу же тоже выйдет из этого инвиза вот эта пелена кстати очень веселая штука особенно ночью ночью это конечно будет вызывать дикое горение по поводу и без повода так но опять у нас опять же тот же солдат без очку входа то есть мы сейчас тяжелым солдатом должны будем его опять вытаскивать в принципе ничего страшного как лица мы можем это делать все теперь у нас принципе был больше атак оружием мы делать не можем потому что оружие сломается и мы будем плакать давайте постреляем по нему 1 ушел 2 сейчас уйдет в стелс смотрим внимательно вот он сдвинулся в сторону так он сдвинулся в сторону то есть он где-то здесь давайте попробуем пострелять то есть как говорится когда у пришельцев вот такие способности у нас у нас как бы есть бесплатная стрельба где-то здесь сейчас мы попробуем вы выстрелить вот либо вот где-то где-то в этой области но он получается получается находится за вот этим вот столбом давайте попробуем пострелять наугад не удалось мне пострелять наугад так снайпера надо переместить если только за за фонарной столбом переместим все пока что пока что стоим опять же пусть они потихонечку вылазят из своих укромных местечек возможно сейчас имеет смысл еще отстрелить этот гриб потому что он тоже будет создавать пелену пелена она скрывает врагов и вы за нее потом ничего вообще не видите да это способность по ходу один раз используется и все больше они типа не могут использовать но хоть что-то радует так то что пострелять по этому грибу что ли а там еще один есть очень очень интересно так что давайте тогда солдата нашего переместим поближе конечно рискованно что там все таким снайперы могут нам накидать очень так нехило но там по ходу только остался или один или два их больше не больше точно то есть нужно так отстрелили самых таких опасных которые прям сразу полезли вперед кстати что самое интересное даже невзирая на вот эти вот пелену или то что мы их не видим но все равно в принципе знаю что он находится допустим вот у нас находится за углом опять же при использовании вот этой вот бесплатный очень как бесплатный выстрела на вскидку то есть мы вот знаем что то находится за тем углом но единственное что проблема у нас солдаты в таком режиме не будут выходить из-за укрытия поэтому это очень эффективно когда мы стоим вот непосредственно на открытой вот местности так давайте уберем этот гриб уже он мне уже жутко раздражает так тяжелый пусть у нас сразу пульнет по нему как следует вот так вот все красавчик тоже ничего пока не видно так вот и у нас закончился даже патроны вообще даже патронов не осталось двух ух ух не хорошом так у нас где-то вот он да он сидит вот прямо здесь если этого пришлось а мы то еще снимем он находится в очевидном месте да тем более они все пока что стреляет по нашему тяжелому товарищу а тяжелый товарищ у нас умеет стрелять в ответ тоже причем так очень даже неплохо так ну там у нас раненый получается пришелец раненый пришелец но там ему недолго осталось а вот теперь как нам добраться до того который там находится да и плюс нам еще надо убрать вот этот вот гриб еще давайте-ка мы тогда отправим двух солдат на уничтожение грибам тем более у нас тут один солдат без патронов даже наверное лучше будет так а медик у нас значит снайпер будет как медик мы на всякий случай а мы не не сможем сейчас полечить или сможем а ну-ка все есть нет не могу пока что его полечить хотелось бы его сразу полечить чтобы он не умер а то вдруг знаете там не знаю может у него какой-то камень упадет и он неожиданно откинет вас ты кстати как видите вот этот вот сенс даже если мы не видим в пелене но мы знаем что там вот стоит какой-то овощ как говорится он позволяет нам сделать вот такой вот все минус еще один то есть у нас остался еще один пришелец и гриб но с грибом мы сейчас быстро разберемся гриб когда обнаруживает солдат он сразу начинает подготовку своего впрыскивания кстати грибы бывают разные опять же то есть в принципе нам нам большинство разных вот этих вот пришельцев имеются разные модификации поэтому вот те же снайпера у них совсем другая вот комбинация то есть вот это вот шапка которая позволяет им уходить в невидимость я правда не понял что делает рыбная голова у них но может быть позже разберусь уже так где-то его обнаружил а вон он аж где хорошо ну да так вот и стрелять такую пелену там точно ничего не видно кстати эти гриб грибы если не убивать они потом начинают впрыскивать еще больше пелены пыли на начинает еще больше разрастаться и в принципе негативные эффекты нахождения вот в пелене именно для солдат чревато тем что они теряют как его теряет волю и потихонечку сходит с ума можно так сказать я правда не знаю какие там еще могут быть и негативные эффекты но подразумевая что очень неприятные так мы как нам стать я хочу чтобы этот товарищ сверху меня вообще не трогал а вот этого мы зарядим хорошенечко так он даже ничего же сделать не может ну и отлично ты его видишь серьезно можно я посмотрю о да ты просто видишь ну давай покажи мне как ты увидишь хорошо что его видишь очень хорошо ты увидишь однако что смог такой выстрел провернуть я вручную бы такой выстрел не смог бы сделать однозначно жалко что у нас тут нет способности на этот бесплатный маневр так называемый но ничего мы это постепенно откроем так у нас тут патронов нет но перезарядочка есть заканчиваем ход этот у нас скончался от ран а второй он у нас бегает там скрывается все это мы убрали так но этого пришельца мы сейчас тоже уберем принципе мы можем даже вот так вот выбежать вот как видите шанс промаха просто отсутствует эти мне наверное больше всего нравится это игра этой вот боевой системой которая довольно таки простая и ну позволяет вам делать определенные маневры на удачу да и в принципе отстреливать ненужные конечности которые там имеет например на себе там оружие и так далее и тому подобное в принципе в этом плане боевка мне очень очень нравится а что вы об этом думаете не забудьте написать в комментариях так ну этих получили мы небольшую награду за это в принципе в принципе сейчас мы вернемся на базу и я еще пройдусь по поднятию уровней персонажа и думаю на этом первый эпизод мы немножечко уже и закончим давайте-ка значит у нас обучение значит как я уже говорил особые очки тратятся на вот те же навыки то есть вот у нас есть сила воли у нас есть сила у нас есть скорость значит скорость влияет на ваши очки хода сила воли влияет на ну понятное дело что вы насколько быстро ваш персонаж начнет попадать в панику на то как часто он может использовать свои способности вот ну в принципе довольно таки хорошая вещь для тех у кого много там разных способностей для применения то есть например тот же штурмовик ну ему желательно побольше иметь очков воли сила сила хороша для тех солдат которые обвешаны большим количеством оружием или имеет огромное количество снаряжения с собой то есть если вы используете минимум снаряжения то сила особо то и и не нужно значит единственное что сила также увеличивает и здоровье помимо того что перенос поэтому тут тоже такой вот момент то есть либо вы его качаете ради здоровья либо для поднятия веса но я бы зарекомендовал всегда качать сначала скорость потому что ну все-таки перемещение имеет значение и прежде чем кстати на четвертом уровне на четвертом уровне все солдаты имеет возможность получить вторую специализацию выбирая еще другой класс то есть естественно что снайпер может иметь там тяжелую специализацию там штурмовик может там иметь специализацию снайпера ну и так далее и тому подобное естественно что когда вы получаете дополнительные классы там например инженер который открывается через новый ерехон то естественно такие же возможности потом открывается джид дополнительной специализации для этих солдат однако прежде чем выбирать ту или иную специализацию я всегда советую смотреть на дополнительные перки которые всегда генерируются рандомно и вот в зависимости от этих перков я советую и отталкиваться что вам качать хотя я бы советовал качать в принципе как вторую специализацию всегда штурмовикам из-за их способности на бесплатное перемещение за очки воли принципе довольно таки хорошая способность так вот у нас штурмовик уже готов у тут же что у нас снайперские тут видите у нас получился такой чисто снайпер то есть мы ему тоже будем брать штурмовикам так у нас не хватает очков опыта этому опять же тут у нас по фишинси имели в пан то есть это у нас получается такой гибрид пола инженера можно сказать то есть если бы у нас был инженер еще то мы могли бы ему спокойно вмазать он был очень даже неплохо смотрелся у у тяжелого как видите специализация чисто на тяжелое я слышал от последний тут стелс-фактор но это такое себе этим разбег возьмем опять же скорость перемещения наше всем вот в принципе и все по скажем так по первому эпизоду нашему я думаю пока что это хватит будем пробовать снимать небольшие короткие такие эпизоды вот а вы напишите комментарии о том стоит ли такие эпизоды снимать именно такой продолжительностью на этом все всем спасибо за просмотр не забывайте ставить лайки подписываться на канал и увидимся с вами следующей серии удачи